Четвертый, давайте я их еще раз прочитаю, вы угадайте, вы наверняка знаете этот стих, вы угадайте знаменитый стих, вот в этом третьем и четвертом тексте зашифрован этот знаменитый стих, который описывает квалификацию истинного духовного учителя. Давайте. О лучший из браманов, ты родился от самого праджапати Господа Брахмы, и поскольку ты достиг совершенства в аскезе, мистической йоге и медитации, тебя считают лучшим из его сыновей. И еще одно, нет никого более умиротворенного и милостирного, чем ты, и никто лучше тебя не знает, как заниматься преданным служением и стать возвышенным браманом. Он говорит, ты знаешь шастры, ты разбираешься в сознании Кришны, никто лучше тебя не знает и приводит несколько характеристик на Радамуне, на основании которых он заявляет, что он разбирается, как нужно о бахте говорить. Еще раз. Ты родился от самого праджапати Господа Брахмы, первое. Второе. Ты достиг совершенства в аскезе, мистической йоге и медитации, поэтому ты лучший из его сыновей. И третье. Нет никого более умиротворенного и милостирного, чем ты. И поэтому ты можешь рассказывать, у тебя можно учиться. Точно? Давайте найдем. Смотрите. Тут три качества, да? Три качества. Гуру, первое, то, что он находится в Парампоре. Где Парампора? Ты сын Господа Брахмы. Ты сын Господа Брахмы. Это Парампора. Где, что он утвердился в Брамане? Ты лучший из его сыновей. Почему ты лучший из его сыновей? Потому что ты достиг совершенства в аскезе, мистической йоге и медитации. Каково совершенство санхи и йоги в момент смерти думать о Господе? Нарада Буни не в конце, а постоянно думает о Господе. Это значит, что он достиг совершенства и в санхи, и в карме, и в аштанга йоге. То есть, совершенство всех этих йог, о которых здесь говорится, ты достиг совершенства в аскезе, мистической йоге и медитации. Это то, что он постоянно думает о Боге. Это признак Браманишна. Ну, или Параша, Шабде Пари, да, Чанишна там. То есть, вот два качества в этом тексте. Он в Парампоре находится от Господа Брахмы. И второе, он лучший в этой Парампоре, лучший сыновей, лучший сыновей Брамы. Почему? Потому что он достиг успеха в аскезе, в санхи, в медитации. Почему? Он постоянно думает о Господе. И она поет святые имена, это означает, что он достиг успеха. Третье качество, какое в этом тексте про квалификацию духовного учителя? Контролирует чувства. Смотрите, в четвертом тексте говорится, он умиротворен и милостерден. До тех пор, пока человек привязан, не контроль чувств, а то, что он отрешен от материального. До тех пор, пока человек привязан к материальному, он не может быть умиротворенным. И он не может не сражаться с другими живыми существами. Вот это вот зависть, соперничество, это все признак того, что человек привязан. Если он нет привязанности, то и повода-то ругаться нет никакого. Нет повода. Ну вот так я увидел, что здесь три этих качества присутствуют. Поэтому, так как ты, дорогой Нарада, обладаешь, ты в парампере, ты достиг успеха в этой парампере. И ты полностью отрешен от материального. Поэтому ты можешь рассказывать о сознании Кришны. Поэтому расскажи нам по-простому, для обычных людей Кали-юги, как этим людям достичь уровня Прохлада Махараджи. Что им нужно делать? И как раз Нарада Муни здесь будет рассказывать о принципах Варнаши Мадхармы. Притом правильно будет рассказывать. Не как-то забыв о сознании Кришны, а именно в связи с сознанием Кришны. Каким образом людям практиковать, занимать свою природу так, чтобы это помогло им достичь сознания Кришны. Потому что без сознания Кришны шрама Эвахи Кевалам. Бесполезная трата времени. Бесполезная трата времени.